я хочу сегодня когда я признаюсь я тяжело-тяжело просыпаюсь по утрам очень тяжело я лег спать 5 утра потому что я там заливал видео на youtube и вконтакт творчество потому что это у меня болезненная привычка уже давно творчество свое заливать меня даже на влюберцах когда жил дома меня поселила написала девчонка в то время в это время она там вообще не жила один там был я ходил местный центр на втором этаже там там столько было было не докапывались для меня постоянно именно до меня этот охранник даже сказал почему-то именно до тебя докапываюсь постоянно один короче мне что я помню еду я бы пришел приходи туда для чего не для того чтобы развлекаться играть бильярд смотреть кино с сделал с девушкой там ходить для того жена как делают бутлоны обычно всякие просто как делали они там конкретно там делали так бутоны или просто там не знаю что они там делали там короче столько бутонов я повидал даже заснял одного который говорил мне ты чё мачо мачо ради типа там ушел его девушка такая типичная блондинка такая знаешь ха 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 вы не трогай мальчика побежала квартан в туалет или куда или чё иди вас и он такой подсел иван бухой чем мачо чем мачо ну короче там такие россия россиянка вот такого выбирает короче потом там помню я первый раз когда пришел я иду с ноутбуком просто иду и охранник выводит пьяного мужика ну россиянина ну ну вроде как выглядит как русский россиянина какой-то обычный бух бухой сеанса кино они почему-то там все время приходили и бухали на какой-то сеанс кино или чё и короче и когда он мимо меня проходил я просто шел у меня были очки обычные не роговые простые такие знаешь новыми не выделяющийся ну когда проходил ну короче резко так так знаешь так резко раз увидел так сразу резко сдохни сдох ну или что сдохни еще второе слово это сказала не помню типа какой-то полный подонок и ничтожество я не знаю вот еще вообще с вами четче почему вот я родился вот именно в таком мире я короче был уже тогда это было 1000 какой-то год 14 что 14 год был я уже тогда успел много повидать нападений с к словесных искорблений всего прочего и будет на всякого я короче повернулся и он еще посмотрел на меня свет и я повернулся их факт ему показал и просто держал факт среди палец показаны бесконечно пока он и он сразу начал такую дергаться ну так но мне было не до смеха блин я был в тревоге и грусти я не принимал такой каблеты вообще ну и он короче стал меня сидеть ждать там на лавке типа поджидать чтобы сбить я сидел там выкладывал творчество свое нарисованы через вай-фай через ноутбук фотографии а он сидел ждал меня чтобы избить меня вот что вот интересно да это я насколько я могу понять вот россияне здесь они считают что я реально я разговариваю меня есть даже запись разговора они где они говорят группа россиян 30-летних они реально к счет говорят что немцы нападут на нас скоро там гитлер нападет и типа и и как я сам интуитивно понял они считают что если ты не не дерешься если ты такой вот как я да то ты типа не человек ты не достойен здесь жить ты ты не станешь защищать родину типа то есть представляешь насколько дичь я сталкивался с этим крестном который то же самое только в миллион крат агрессивной форме не угрожал там или пошли выйдем там всякое такое и угрожал мне он говорил что тебе он прямо говорю что если ты не дерешься если ты не пьешь не куришь ты ты типа человек и девушки такое говорил ей советовал а девушки он советовал менять парней как перчатки и курить и пить постоянно сам при этом плевал в окно пил там курил ну я не человек по меркам россиян таких вот вот таких россия может не все такие я вообще не человек я не русский вообще не человек никто потому что я ну я понимаю вас а еще путина новости надо смотреть да вот моя бабушка считает меня тупым потому что я не смотрю телевизор не знаю что происходит в стране потому что не смотрю телевизор у меня даже записи есть я могу выложить все все это у меня есть запись документальная жизнь в россии но кому это надо это вас вас это не удивит а кто будет рассмотреть и нас тогда только иностранца могу может и это он даже не знает мне здешний менталитет он не поймет просто смысла того что там показывается какой он подумает что это просто какая-то странная дичь не поймет смысла всего абсурда приходящего может может если россия станет нормальной страну цивилизованной хорошей страной какой-нибудь ну именно в хорошем смысле цивилизованной только в будущем может быть в эти видео где вот эти бодланы там всякой где мне бабушка будет путина новости смотри ты тупой там знаю что у нас не знаю что у нас стране происходит причем есть историю изучал там все сознание вообще хорошо наизусть знал короче и вот тогда вот только лет через может быть 500 или скорее скорее всего россии уже капец может только тогда там если русские люди выживут то стать то это но хоть надеюсь это не экстремистское с вооружение слова не одобряю не одобряю экстремизм не одобряем не одобряю не одобряем это не вы меня не одобряем буллинг юлинг и бориса юлинга короче че парюсь вообще в этом блин потому что я одинок у меня нет друзей нет девушки я не скрываю а ты можешь признаться в этом открытого так нет не можешь да потому что смелый человек ты крутой ты не будешь ты умный смелый человек смелость его сила характеру и не тряпка то я тряпка зарядиться развивается почему-то кажется мне какую-то фуфло продали и короче я слышал песню там под окнами кто-то включил песня джули 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 припев такой там и это то есть он это скопировано западного аналога как обычно сто процентов случаев вся попса 90 тысяч на скопирована запада причем они даже не заплатили штраф кто из них хотя нет они обязаны заплатить запад западным исполнителям огромные штрафы за плагиат они постоянно плагиатили беспредел был вот там я еще я понял в который раз что насколько вот промывали мозги на каждом шагу 24 на 7 играли вот эти песни подарить миллионовых роз девушки жулия страдать страдания по девушке понимаешь грязные ногти у меня до то что я рисую когда ты кэта не рисуешь чуть не дешка ты блондинка и сидишь в этом ну я ничего не против 1 ну кота и россиянка сидишь против россиянок тоже ничего не когда-то блондинка россиянко хорошие ты прекрасно и красные сидишь бухгалтерии ничего не делаешь просто сидишь и получаешь деньги ни за что Ты красишь себе ногти, там маникюр, педикюр, у тебя вот такие ногти, и ты нападаешь на Александра Ленина, который рисует мелками пейзажи добрые, и с огромной жестокостью над ним издеваешься, вызывая наряд полиции, а тебя охраняет твой буржуй, который держит, на тот момент держал Байкал, на приори заниженный белый ездил, и чуть что он бы там сразу выбежал. Да нет, он бы не выбежал, ты бы просто сказал о полиции. Если бы я тебе сказал что-нибудь оскорбительное, ты бы сказал о полиции, что он на меня руку поднял, они бы даже не стали проверять, они бы сразу меня в тюрьму бросили. И обратите внимание на отечественные, ну это я говорю к тому, что ты сам должен сделать вывод. И обратите внимание на отечественные фильмы, сериалы, это фильмы про ментов, про ментов, про бандитов, про ментов, и про женщин, богинь, которые, которые очень по-хамски разговаривают со своим мужчиной, или с другим мужчиной вообще по-хамски, и при помощи ментов натравливают ментов на мужчин, и вымогают у мужчин деньги, или что-нибудь, или командуют, или еще как-то, то есть при помощи ментов, или бандитов, или еще как-нибудь, то есть обратите на это внимание. А мужчины все, они типа мачо такие, да, но при этом они все на самом деле это показная, это внешняя только чистая оболочка, чтобы показать, что да, мачо, типа нормальная. А паттерн поведения у него абсолютно, он это подчиняется своей жене, и как, то есть там абсолютно идет такая интересная манипуляция. Постоянно бухают они, постоянно курят, бухают, и дерутся друг с другом, и унижают друг друга. А если он что-то там быкует, типа как настоящий мачо на свою жену, там на женщину, то она на него материт, его обматерит, и он сразу такой, ну да, вообще-то она умная, ну, такое вот типа. Ну это нормально, это Россия деткая. И всем плевать на это, что будет с нами, нам будет капец. Я против вот этих вот технологий, которые сейчас развиваются, потому что все развивается для элиты, а не для простых людей. Меня это лично коснулось, касается, и каждого из вас касается. Ваши родители могли бы прожить дольше, не болеть, вы бы могли не болеть, мои глаза могли бы видеть мир, а не видеть оттенки, искаженные. Из-за болезни глаз. Если бы, если бы тратились деньги, которые идут на элиту, тратились деньги и в карманы этих, ну, понятно, тратились деньги бы на медицину, на развитие для простых людей. Если бы я пришел к власти, я бы сделал именно так, чтобы для простых людей развивалась медицина. Я бы отбирал простых людей, которые обычно вот все открытия самые такие, ну, основные, сделали простые люди, а не какие-нибудь там ученые со степенями. Если вы посмотрите, вы обратите на это внимание. Ученые со степенями, они типа делают открытия, но это такие открытия, которые на самом деле ничего не меняют в жизни простого человека, в лучшую сторону не накапливают, а просто деньги, деньги распиливают. Ладно, в общем, меня посмотрит один человек, и то это будет мой просмотр. Вот, все.